Музыка Основа моей работы, так же как и основой деятельности федерального правительства, является коалиционный договор. Я очень рад, что это коалиционное соглашение, которое является обязательным, содержит в себе очень большую и очень содержательную главу, посвященную отношению с Россией. В частности, там отмечается, что Россия является самым важным соседом Европейского Союза и то, что мы заинтересованы в стабильном и демократическом развитии России. И в этой главе также отмечается, что с нашей точки зрения широкомасштабное сотрудничество по-прежнему остается на повестке дня. Я понимаю, конечно, что это партнерство для модернизации, это не представляет собой ничего нового. Еще в 2008 году впервые это четко сформулировал тогдашний и сегодняшний министр иностранных дел Штайнмайер. В 2010 году оно стало частью стратегического партнерства между Россией и ЕС. Там существует программа партнерства для модернизации, по поводу которой ежегодно составляется отчет. В этом документе интересно отметить, что там содержится необходимость более широкого понимания этого партнерства, не только в технологической и торговой сфере. Мы считаем, что с обеих сторон требуется диалог о том, каким образом мы представляем себе стабильную, современную, конкурентную государственность. И сюда включается, конечно, хорошая правовая основа, в частности, включающая в себя хорошо функционирующую администрацию, гражданское общество, которое влияет на общественное и государственное развитие. Это нужно рассматривать как предложение в этом партнерстве для модернизации. Кроме того, там содержится еще такое положение, в частности, и в правительственной программе, что безопасность в Европе возможна только совместно с Россией, а не против России. В последнее время мы видим, насколько важна конструктивная роль России, прежде всего, в вопросе конфликтов. Так было в сирийском вопросе, в решении других вопросов. В конечном итоге, в ближневосточной конфликт по своей сути, конфликт между Израилем и Палестиной. И, конечно, нам нужно понимание в таких актуальных темах, как Украина сегодня. Владимир Путин, он выдвинул идею о европейском общем рынке, от Лиссабона до Владивостока. Он выдвинул эту идею. И если мы будем наблюдать это развитие, если нам не удастся организоваться друг с другом, достичь то, что называется технологик компатибельностью, тогда уже говорить о достижении более крупных целей, о создании вот этого огромного европейского рынка с Россией, это будет уже представлять определенные проблемы. Мы должны выступать вместе в наших политических шагах. И мне представляется, что и Молдавия, и Грузия, они уже подписали договоры по ассоциации. Эти договора должны быть парафированы. Это будет подписано буквально через несколько месяцев. Мы этот вопрос уже не можем просто так забросить. Поэтому на обеих сторонах мы должны нести нашу общую ответственность.